Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сейчас, прежде всего, я хочу показать вот такое количество семян 2020 года, которые были извлечены из томатов, выращиваемых на моем огородном участке. И выращивалось в прошлом, теперь уже в сезоне, более 280 сортов томатов. Семена были взяты не абсолютно из всех. Наверное, сортов 10 оказались совсем неподходящими или какие-то другие условия для того, чтобы отказаться от них были. Но от большей части томатов семена собраны. И они разложены в алфавитном порядке. Сейчас я начну именно так рассказывать о них. Но рассказ о каждом сорте будет, скорее всего, сделан с помощью видео и озвученных текстов с описанием томатов. Про каждый будет снят отдельный, ну пусть коротюсеньки, но свой ролик. А сейчас для тех, кто, может быть, будет заинтересован в обмене, может быть, покупьте семян. Ну и прежде всего этот ролик снимается для сани, чьи семена я получила. И теперь хочу показать, что же я готова предложить при желании и необходимости ей и другим. Итак, я начну свой короткий, постараюсь короткий разговор, где эмоций будет очень-очень мало. На самом деле они будут звучать только там, где на самом деле томат был из разряда ох или ах. Итак, адъютант, еще раз повторяю, что это в алфавитном порядке идут семена. Аккордеон оранжевый и аккордеон розовый. По количеству семян вы можете судить о том, если семян много, то, наверное, они взяты с запасом. Но и при условии того, что и томатов этих было выращено, ну, какое-то определенное количество. И не все они либо были съедены, либо, ну, в общем, либо куда-нибудь еще они истратились. А некоторых прям было считанное количество, поэтому хотелось бы больше, но больше было собрать не из чего. Итак, оксинья, Аленка Минусинская, американский ребристый розовый и не взяли с американского ребристого красного. Росли рядышком, розовых было большое количество и были хорошие, красных постигла неудача. Хорошо остались семена прошлогодние. Итак, аметистовая драгоценность была двух видов. Одна как бы обычная, а вторая аметистовая драгоценность была сердцевидной. Дальше томат Анастасия Ушакова. Очень понравился из разряда таких заготовочных, засолочных, консервных. Арбузный, Астана 6, попал в неудачное место. В прошлом году показал себя хорошим, очень хорошим томатом. В этом году не совсем хорошо ему было, поэтому семян немного. Аурья. Аурья. Африканская Лиана. И томат Гном Авторшок. Ну, в переводе толчок после землетрясения. Надо было по-английски написать, но уж как написано. Итак, Авторшок. Так, томаты на букву Б. А и Б сидели на трубе. Поехали с этими томатами. Коротко ознакомливаться. Итак, бабушка быка. Бабуштин секрет. Бабушкина. Название состоит из одного слова. Не путать. Со следующим томатом. Бабушкина. Бычье сердце. Барнаульский консервный. Томаты идут в алфавитном порядке. И неважно, индеты они или детерминатные. Для открытого или закрытого грунта. Пока никак не буду комментировать. Но барнаульский консервный для консервации на самом деле хорош. Батяня. Этот томат постигала. Вот только такие прошлогодние семена есть. Но было много томатов. Либо кто-то нечаянно забирал оставленные на семена. Либо что-то происходило с семенными. Поэтому семян вот совсем немного. Но отдельные были крупные и хорошие. Итак, болгарский винный великан. Болота. Томат из зеленоплодных. Ох, какой восхитительный. И ах, какой прекрасный. Большая желтая зебра. Томат. Большая малина. К сожалению, было всего одно растение. Поэтому семян немного. Не каждая мы. Не каждый плод пошел на семена. Большое английское сердце. Почему-то считала, что у меня его нет. А нашлись. И причем крупные, красивые, хорошие томаты. Брэд Гейтс. Из гномов. И причем похожих на него. В прошлые года у нас тоже сколько-то выращивалось. Ну, наверное, только похожие. Бычий лоб. Бычий мед. Пошли бычьи сердца. Бычье сердце кистевое. Бычье сердце японское. Из черноплодных томатов. Буратерские любимцы. Написала. Не то, но очень урожайные и красивые. Не знаю. Может быть оно и то. Это томат. Очень похожий на аксаканскую драгоценность. Похожий на загадку природы, которая у меня так и не растет. Может быть это и настоящие буратерские любимцы. Во всяком случае садила из них. Боялась, что перепутано с чем-то. Но вполне возможно. Они поспевали одними из первых. И потом вот этот томат только в теплице рос. И потом уже естественно, как бы начало сезона это были семена. Потом уже ни с чем его не спутать, не сравнить было невозможно. Поэтому вполне возможно, что он. Хотя поначалу я подозревала, что что-то произошло. Какая-то путаница. И буратино. Одно растение, один корень рос в теплице. Один на улице. Судьба этого года одинаково была. Что там, что там. В теплице 4 плодика. На улице тоже было совсем чуточка. Поэтому семян немного. Семян на самом деле в отдельных томатах. Крайне-крайне мало. Поэтому рада, что от Саньи я из мной уже посланных их. Ей семян, господи, заговорилось, что называется. Получила уже оккультуренный, облагороженный куст. Поэтому посажу и свои, и безусловно ее. Итак, букв в алфавите много. Не на все буквы, естественно, есть томаты. Но буду снимать частями. Так что следующее видео будет посвящено следующей группе. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok